очагов тв представляет здравствуйте что это у вас политика какая-то на заднем плане требуется что? ваша помощь? да, да, это вот есть такая страничка российская своих не бросаем вот видите в ходе выполнения задачи 25 февраля 22 года получил два ранения Башкеев Сергей Александрович 88 года рождения отец четверых детей ну и короче он настоящий боец, бла-бла-бла, но пишут Сергею необходима реабилитация в специализированном центре стоимость за сутки пребывания в котором стоит очень дорого 19 тысяч рублей в сутки данная сумма является неподъемной для матери четверых детей просим оказать посильную помощь и вы оказываете? нет, я же не из России а вы откуда? а вы оказываете? нет, не оказываю а самое смешное, что сайт называется своих не бросаем ну и что? в чем прикол? ваше государство кинуло этого отца четверых детей туда его практически убили сейчас надо 19 тысяч рублей в сутки государство не обеспечивает и мать четверых детей просит, блин помочь с этой суммой ну и что дальше? ну как вы к этому относитесь? прокомментируйте, пожалуйста а, что дальше? вам пофигу, да? своих не бросаем называется, да какой-то дурак сидит какую-то херню несет, блядь ну ответьте что вы подгораете сразу? я еще раз говорил дурак какую-то херню несет это я понял я не просил вас давать мне личностную оценку как вы относитесь вот к этому? нормально, нет? ну это какая-то, блядь, шлеп, ебань которую вы состряпали, блядь и выставили прямо здесь а, это я состряпал это не ваше государство, да? не ваше государство так заботится так открывайте открывайте своих не бросаем открывайте открывайте Сергей Александрович 17-11-88 года рождения отец четверых детей вон есть номер счета тамбовское отделение ПАО банка что такое ПАО банк? сейчас сейчас открываем где украинские военные, блин пром пром ПАО это что такое? которых недавно, блин 200 штук размотала так подожди как как твое почему твое государство бросает своих бросает и побираются ходят у вас просят 19 тысяч рублей в сутки на содержание ты пересылаешь деньги таким? ты пересылаешь им деньги? а, ты не пересылаешь потому что Россия своих бросает нахер они им нахер не нужны и тебе не нужны ты дурочек просто я понял все у меня больше к тебе вопросов нет если у тебя нет ко мне больше вопросов я пойду дальше у меня есть к тебе вопросов давай задавай давай что происходит с украинской армией? украинская армия становится все сильнее и более организованной исполченной и громит громит ваших фашистских захватчиков аж что пыль стоит блин почему регулярно выходит видеообращение из каждой бригады там в СУ блин нас не хватает там блин обмундирования наши командиры нас бросают блин под огонь артиллерии там или еще что-то это же не только ваше это же в ваших украинских пабликах все давай покажи мне и обсудим давай каждый конкретный случай будем с тобой обсудать давай давай показывай давай покажи мне на телефоне да ты мне страйк не страйк скинь же блин конечно не кину обещаю тебе да конечно обещаю я блогер я блогер я обещаю я обещаю перед своими зрителями я тебе страйк показываю ты можешь в телеграм любой зайти Так давай, покажи мне Так покажи мне, давай конкретный случай Каждый обсудим Так давай, давай, покажи мне хоть один Давай его обсудим Все, обкакался Я сюда не буду показывать А, не будешь, ну тогда пошел Он не будет показывать А почему я ему должен? Да, я знаю, есть такие случаи Когда украинские солдаты Обращаются через какие-то Социальные сети, что вот У нас там нехватка Обмундирования Нехватка какого-то, может быть, оборудования Что вот Нас там типа послали туда, куда они должны были послать Да, конечно Эксцессы на местах Случаются везде И эти Даже во время войны вот эти инциденты Это, к сожалению, то, чего ни одна Армия мира избежать не может Естественно Это же не машина, которую вот вы слепили Провели тестовые испытания И она работает в свой положенный срок Это все люди Плюс в условиях войны Это очень сложно организовать Тем более Украина Вы же понимаете, что Украина хоть и стремится Стать свободной Демократической страной Она Ну, фактически там в начале Может быть, в середине своего вот этого стремления Или развития То есть Украине еще до Организованной страны Структурно организованной Ей предстоит еще пройти очень много реформ Это понятно То есть тут и обсуждать нечего Понимаете Это мы все знаем Украинцы все знают Что очень много вещей Которые нужно в Украине исправлять Но Это он как альтернативу Привел к тому Что его страна Бросает Своих И мать четверых детей Побирается 19 тысяч в день просит Чтоб сохранить жизнь своего мужа Который 25 февраля 22 года Получил два ранения Сочетанные Минно-взрывное ранение Головы и таза Вот и все А называется Своих не бросаем Своих не бросаем Еще как бросаем Ух ты блин Это из полиэтилена Да вот это Зетку ты себе наложил Да-да Клеем приклеил или чем А это ты А чем чем приклеил Клеем Клеем Смотри Ты вырезал из картона Или из белой бумаги Плотной Зетку Потом взял Кусок прозрачного Полиэтилена И приклеил К футболке Да-да Именно так Ты сегодня Тогда пока На первом месте У меня сегодня Конкурс Дебилов Российских Ты занимаешь Пока первое место Все Все да Убежал Я человеку Блин Первое место дал Серьезно Пока что он на первом месте По вот этому идиотизму Что он себе сделал А он Ну Обиделся А Подожди Он что думал Что есть что-то выше Чем первое место Что ли Блин Какие-то люди Не понятно Что Что они думают Что хотят Ничего Им не нравится Здравствуйте Здрасте Как вас дела Нормально Пообщаемся О чем вы хотите пообщаться О войне Ну давайте Попробуем Какие у вас Есть вопросы Ну Я бы хотел Слушать У вас вопросы У меня К вам нет Вопроса Ну Собственно У меня К вам нет Ну Ладно Если нам Все Обоим Понятно То Расходимся Слава Украине Путин Хуйло Хуйло Согласен О Вот это Мне нравится Вас можно Выставить На ютуб Нет Закрыть А Я закрою Лицо Хорошо Давайте Я закрою Лицо Если скажете Я вас вообще Не выставлю Ну Закрыть лицо Можно В принципе Хорошо Давайте я вам Закрою лицо Если хотите Что-то еще Скать Можете Сказать Смело Я закрою Вам лицо Путин Хуйло И Скорее бы Вот это Вот Все закончилось Чтобы развалилась Эта рашка Ебучая А Украине Перемоги От всей души Нашим братьям Отлично Спасибо Спасибо За поддержку Украине Спасибо Действительно Спасибо вам Что вы держите За всех За всех Удачи Давайте Всего хорошего Не хочу Говорить Откуда Человек Но он Из Большого Города В европейской Части Вы слышали Его мысли Очень Очень Приятно Мне Это Слышать Это Просто Я считаю Это Мои Самые Удачные Находки Это Вот ради В принципе Ради Такого Стоит Это Все Делать Чтобы Услышать Разумных Людей Понимаете Именно Именно На территории России Это Сразу В пять Раз Более Ценно Чем Где Где Бо То Ни Было Редактор